Еще одним подспорьем для развития малого и среднего бизнеса должны стать принятые в начале месяца изменения в закон об электроэнергетике страны. А именно, согласно им, в регионах Дальнего Востока начнут выравнивать тарифы на электроэнергию до среднероссийского уровня. Причем изменения действительно ощутимые. К примеру, на Чукотке за электричество предприниматели начнут платить на 70% меньше. Почти так же на 58% снизятся тарифы и в Якутии. На ком снижение благоприятно отразиться больше всего и что от этого могут получить обычные жители Дальнего Востока, узнавала Любовь Васильева. Начало выравнивания тарифов региональный бизнес ждал давно. Сегодня предприятия ждут конкретизирующие нормативные акты. К этому времени Госкомценреспублики уже утвердил новые тарифы, правительство страны готовит постановление, где будут указаны все механизмы работы, участники и тарифы. С принятием этой меры в первую очередь снизят расходы предпринимателей. В структуре малого бизнеса затраты на электроэнергию составляют существенную долю и напрямую влияют на конечную стоимость товаров, услуг и развитие местного производства. Бизнес сможет дополнительные средства, во-первых, сэкономить, снизить затраты на свои продукции и услуги. Эти продукции и услуги будут более доступны для настеления, поэтому, я думаю, это даст очень большой толчок развитию именно местного производства. Потому что, как показывает практика, почему-то именно привозимые товары у нас дешевле, чем то, что производится на месте. И поэтому бизнес наш, производя свои товары, был менее конкурентоспособным. Механизм выравнивания применят в пяти субъектах страны. На Чукотке тарифы снизятся на 70%, в Камчатском крае и Магаданской области на 38%, в Сахалинской области на 35,5%, а в Якутии тарифы на электрическую энергию снизятся более чем в два раза на 58%. Владелец сети гипермаркетов компании «Айгуль», кроме розничной торговли, имеет свое производство хлебобулочных изделий и продуктов питания. До сегодняшнего дня предприятие расходовало 9 рублей 20 копеек за 1 киловатт электроэнергии. Эти показатели влияли на конечную стоимость и уменьшали способность конкурировать. Мы имеем свое производство, которое у нас тут представлено. Для нас это тоже очень важно, так как за счет этого у нас в какой-то степени удешевится производство, соответственно и цена на полки для конечного потребителя тоже уменьшится. Также у нас представлена здесь продукция производителей, местных производителей, которые тоже реализуются в наших торговых точках, соответственно мы также ждем. Такого же события, что цена, отпускная ихняя цена за счет удешевления производства уменьшится. Также наибольшую экономию получат энергоемкие производства, добывающие отрасли и учреждения, финансируемые из республиканского бюджета. Пересмотр тарифов произойдет по всем уровням напряжения электросетей. Для потребителей электроэнергии они устанавливаются от вида деятельности по высоким, средним и низким уровням напряжения. Со снижением показателей на 58% наглядно видна разница экономии. Главный университет республики СВФУ с большой материально-технической базой в год потребляет больше 12,5 миллионов киловатт электроэнергии, что в рублях составляет около 85-90 миллионов рублей. По подсчетам снижение тарифов даст университету экономию около 34 миллионов рублей. Мы планируем эту сумму направить на реализацию программы энергоэффективности. Получается, что мы могли бы на эти деньги какие-то инвестиционные проекты свои предусмотреть, что в будущем мы более еще энергоэффективными были. Также руководство Якутии предложило сделать перерасчет на все тарифы коммунального комплекса. Уже с июля для потребителей республики выросли коммунальные платежи. Но за счет выравнивания тарифов на электроэнергию акционерного общества «Водоканал» население почувствует снижение тарифов на холодную воду. По холодному водоснабжению и водоотведению будет сделан перерасчет по их потреблению с 1 января 2017 года. И с 1 июля 2017 года мы будем платить по холодному водоснабжению и водоотведению уже по тарифам, которые включают снижение цен на электроэнергию как раз для водоканала. Дальний Восток определен как приоритет развития Российской Федерации. Глава Якутии Егор Борисов вопросы регулирования тарифов на электроэнергию ставил перед Федеральным Центром как основной рычаг развития экономики в регионах. Общий экономический эффект от снижения тарифов на электроэнергию в Якутии составит около 16 миллиардов рублей. Самое главное будут последствия, которые будут влиять на тарифы других услуг коммунальных, и которые, используя электроэнергию, производят свою продукцию. Поэтому, я считаю, произошло историческое событие. Сегодня мы перед собой поставили задачу уже дальше работать с правительством Российской Федерации, с руководством страны. Действие закона продлит еще на 10 лет. Всего пересмотру подлежит 1608 тарифов. Хотя закон вступил в силу с 1 июля, будет действовать с 1 января этого года. Таким образом, по всем платежам будет сделан перерасчет. Изменения, которые добился глава Якутии, благоприятно скажутся не только в сфере ведения бизнеса, но и на услугах и цене товаров на прилавках. Любовь Васильева, Владимир Таюрский, Евгений Рязанский, НВК Саха, День за днем, Якутск.